Тех, кто напал на журналистов во время субботних акций протеста в Киеве, в милиции знают. И уверяют, за выходные допросили 70 с лишним человек и начали внутреннее расследование. Больше ста журналистов сегодня пришли к зданию МВД требовать пояснений лично от главы ведомства. Предложений к министру было два. Или честно расследовать дело, или уйти в отставку. Но встретиться с Виталием Захарченко удалось только народным депутатам. Репортаж Кирилла Евсеева. Министр! Министр! Кто из них работает, а кто митингует, сегодня сложно понять. Впервые за последние годы журналисты массово вышли на акцию протеста. Требуют, чтобы министр внутренних дел объяснил, почему в субботу, когда били их коллег, милиционеры стояли рядом и отворачивались. Плювали, они обливали нас водой, они били по объективу, они несколько раз пытались выбирать камеру. Споробедники милиции, на том месте, ничего не сделали, просто смотрели и втрутывались только в самом конце. Милиции, когда, ну, я бы сказал, уже было позже. Пострадала и журналистка Пятого канала Ольга Снецарчук. Ее повалили на землю, рассекли губу и били в живот. Удивлена, почему никто до сих пор не задержан. Мені досить дивно, що милиція не може опізнати. Мені здається, цих людей уже могли б будь-які перехожі опізнати з такой кількості фотографій, навіть фото жаб, які вже з'явилися в інтернеті. Милиція не хотіла спочатку, коли я писала заяву, вказувати, що я працюю журналістом і наполягала на тому, що я, мовляв, гуляю там просто. На этих кадрах видно, хто нападал. Їх уже опознали коллеги-журналісти. Ну че ты его трогайся, ну стой спокойно. Ша, ну отец, іди сюди, іди сюди, іди сюди. Один із них Вадим Тетушка по прозвищу Вадик Румын. Живёт в Белой церкві под Києвом. Соседи говорят, давно его не видели, но знают, занимался рукопашним боем. У бывшого тренера Румына Василия второй день разрывается телефон. Звонят журналисты из милиции. Тяжёлый, конечно. Парень был, характер, с характером такой, крутой он. Сегодня журналисты опознали ещё одного подозреваемого. Он похож на Ярослава Брынзу. На своей странице в сети называет себя бешеный Стаффорд. Но в милиции, говорят, пока лишь проводят допросы свидетелей. За выходные подкресли, за субботу, за неделю проведено допити близько 70 свидетельств, які були присутні незалежно від расової належності, від религій, від належності до певної політичной партии. Обещают, що займутся і халатними милиціонерами. Нападання на журналистов в суботу – не частний случай, а скорее практика, утверждає митингуючий. І почти всігда милиція не доводить такі діла до конца. Говорят, те, хто пострадал, в МВД каждый раз обещають разобраться, але ці обіщання остаються лишь словами. Так було с фотографом Виталием. Снимал, як сносили незаконно построенну в паркі церковь, а в итоге получил от директора парка металлическим прутом по голове. Дело расследують вже год, але результата нет. До сих пор дело тянется, дело не передано до сих пор в суд. І следователь в частной беседі мне говорит, що краще договоритесь з обвиняємим, тому що дело буде затягиватися. Ще більше неординарний случай у Татьяны. Журналист нашла в Києві поле марихуаны. А коли прийшла в Голосеївське управління милиції, її задержали, забрали документи і телефони. Мол, она і є наркоторговец. Мене закрили в кабинете самого начальника обнона, і він лично почав мені угрожати. Він мне сказав, що якщо цей матеріал о цих наркотиках відбувається мир, на мене откроє уголовне преследування. Позже о ній писали журналы, снимали программы, інцидент обсуждали даже в парламенті. Два года расследований і в итоге дело замяли. Прерветься ли сейчас череда нераскрытых журналистських дел, правозащитники і СМИ ждуть ответа от самого міністра. Кирилл Евсеїв, Геннадий Стамбула, Валентина Левицкая. Подробності телеканал Интер. Нынешніе резонансное дело сегодня також взяла под личный контроль полномоченний по правам человека Валерия Лутковская. Она заявила, що надеється на объективне і всесторонніе расследування, а також на то, що виновні будуть наказані.